Обзор насосно-смесительного модуля изотером для комбинированной системы отопления. Этот модуль служит для того, чтобы поддерживать постоянную температуру подачи в систему теплого пола. Температура подачи может быть установлена пользователем с помощью установочной рукоятки красного цвета в пределах от 30 до 50 градусов. Даже в случае перекрывания всех вентилей и петель на коллекторе циркуляционный насос сохраняется через байпас, который защитит насос и уменьшит шумы. Регулирующим элементом модуля изотером является термостатический смесительный клапан, работающий по принципу пропорционального регулятора. Установленная с помощью рукоятки температура подачи постоянно отслеживается помещенным в теплоноситель чувствительным элементом смесителя. Отклонение от заданной температуры моментально компенсируется за счет изменения пропускного сечения клапана и пропуска необходимого количества теплоносителя. Теплоноситель из подающего трубопровода первичного контура, с высокотемпературного контура, смешивается перед всасывающим патрубком циркуляционного насоса с водой, поступающей из обратки теплых полов. Пропорция необходима для поддержания выставленной на рукоятке температуры подачи. На какую площадь рассчитан модуль изотером? Мощность модуля и площадь теплых полов, которые он сможет обслужить, зависят от расхода через ветки и от перепада температур между подающей и обратной линией. Максимальный расход через модуль равен 32 литрам в минуту. Термометр показывает температуру, которая заходит в коллектор теплого пола. Здесь также имеется еще аварийный термостат, который надо установить на 60 градусов. Если температура подачи в коллектор теплых полов превысит и достигнет 60 градусов, то насос отключится. Чтобы настроить температуру подачи, нам необходимо установить на красном маховике желаемую температуру подачи в коллектор водяного теплого пола. Здесь вы видите, есть маленький штифт. Если он находится вровень с торцом рукоятки, то это заводская настройка 44 градуса. Путем вращения вы слышите характерный клик, щелчок. Один клик это 1 градус. То есть вращая маховик в сторону увеличения температуры, мы видим, что установочный штифт утапливается. Это говорит о том, что температура у нас увеличивается. Модуль способен выдать максимальную заявленную мощность, если температура в котловом контуре выше на 15 градусов температуры подачи в теплый пол. Необходимо соблюдать это условие. Также для этого модуля необходим подпор со стороны высокотемпературного контура приборов отопления, к которому подключается модуль изотер. Максимальная рабочая температура 90 градусов, максимальное рабочее давление для модуля изотерм это 6 бар. Максимальная мощность это 15 кВт при дельта Т 7 градусов. А максимальная мощность, рассчитанная при дельта Т 10 градусов, составляет 22 кВт. Модуль изотерм поставляется с насосами Вилла, с насосами Грунфос, а также и без насоса. Какие плюсы у этого модуля? Дело в том, что установить его можно в любом положении. Здесь нет каких-либо ограничений. Он может быть установлен вверх маховичком, вниз маховичком. Можно его зеркально отразить. То есть вы видите, здесь есть у нас гнездо для установки термометра. Можно его перевернуть. Он будет работать. То есть коллектор может быть расположен как с правой, так и с левой стороны. Продолжение следует... Продолжение следует...